Добрый вечер, Владимир Ильич. Добрый вечер, Евгений, здравствуйте. Часто шутят, кстати, по поводу Владимира Ильича. Надоели вам, наверное, вот эти все шутки? Ну, шуточек много всегда было с самого детства. Ну, у меня дедушка мой, Владимир Ильич, я твердо знал, что меня назвали в его честь, и поэтому мне всегда было легко, потому что я знал, какой Владимир Ильич был настоящий. Ну, как вы относитесь к дедушке, к прадедушке и к прадедушке? Это, в общем, более-менее все очевидно. А как вы, кстати, относитесь к Ленину Владимиру Ильичу? Такая фигура-то спорная. Фигура спорная, и она как-то сейчас начинает заново открываться. Сейчас ревизор какая-то происходит. Да, да, и вот очень интересную биографию написал Лев Данилкин. Она очень необычно сделана, и даже, я бы сказал, с симпатией к вождю мирового пролетариата. Фигура неоднозначная. Я с симпатией не относился никогда, но с интересом, безусловно. А Сталин? Тоже фигура вокруг которой много мифов исторических. Вот я как раз сейчас читаю исследования английского публициста и историка о Сталине и его подручных. Вот. И тоже для себя открываю довольно много интересных историй из его раннего детства. Вот как-то, в общем, мы жили во многом в советской школе, ну, какой-то одной стороной мифологии. А подлинные документы открывают какие-то, в общем, совершенно необычные. То есть я со школы и с университета не занимался биографией наших вождей. И тогда это скорее воспринималось как неприятная обязанность в сети истории КПСС, всякие исторические материализмы и прочее. А сейчас просто для того, чтобы разобраться в том, что происходило с нашей стороной, в общем, надо знать. Вы упомянули уроки истории в школе и сами открыли мне дверь к событиям самоубсуждаемых последних дней. Это выступление Буддастаги, школьника из Нового Уренгоя, у которого отличная, скажем, трактовка событий Второй мировой войны от тех, которые мы с вами изучали в школе. Вы можете как-то прокомментировать эту ситуацию, потому что уже пресс-секретарь Путина прокомментировал, да, и мне хотелось бы советника по культуре услышать. Вы знаете, что сделал этот молодой человек? Он попытался проявить гуманизм просто такой общечеловеческий. Не рассматривать нациста как врага, а посмотреть глазами того, что это человек, который оказался в этой мясорубке и тоже погиб. Невинно погиб, было произнесено. Да, на самом деле простые солдаты, они, в общем, все невинные жертвы больших политических столкновений. Любая война, в которой солдат выполняет приказ. Советский солдат выполняет приказ советского командования, солдат вермахта исполняет приказ, который он получил. Поэтому в этом смысле глобально, философски можно рассматривать всех простых людей, оказавшихся в солдатской форме, жертвами войны. Но, конечно, для нас, и с молоком матери, и с уроками нашей истории, конечно, фашизм страшное зло и не заслуживает нашего сострадания и даже снисхождения. Это враги, которые коварно напали на нашу страну и заслуживали, так сказать, смерти как собаки. Любопытно, надо, конечно, понимать, что и слова этого школьника тоже были вырваны из общего контекста. Я полностью речь прослушал, всю, которую он сказал, поэтому, в общем, там все достаточно отчетливо прозвучало, как мне кажется. Да, ну и вот ваше отношение к этому и ваше. Ну, нет, может быть, отношение. Вы же как журналист по образованию понимаете, что я функция здесь. Солдат. Да, солдаты, я задаю вопросы. Да, вы знаете, я, когда поступал в университет, на факультет журналистики, на международное отделение еще, к тому же, я написал сочинение по Шолохову. Это ваш выбор был, да? Да, мне отец, когда я утром уезжал на экзамен, сказал, ни в коем случае не пиши по советской литературе. 19 век, все что угодно. У меня достались Пушкин, лирический герой. Казалось бы, это замечательная тема, но я боялся утонуть в этой вообще бездонной пушкинской вселенной. Салтыков-Щедрин, которую я на тот момент недолюбливал и знал плоховато. И гуманизм в творчестве Шолохова. И вот я, значит, рискнул взять эту тему и написал сочинение о том, что есть понятие гуманизма общечеловеческого, а есть нечто, что можно назвать революционным гуманизмом. И вот рассуждал на эту тему, как они отличаются друг от друга. Когда я пришел узнавать оценки, моей оценки не было. Отдельная комиссия решала, то есть написано было, в общем, неплохо. Толстым было написано. Толстым, да. Но идеологически не очень выверено. Как это? Какая разница между гуманизмом и революционным гуманизмом? Вот на самом деле это понятие общечеловеческого гуманизма, оно действительно претерпевает очень большие, сложные под давлением идеологии, под давлением политики, геополитики. Вот вопрос настоящий просто сострадание к человеку, сострадание как к муму. Да, ну вот в условиях войны, а если мы сейчас ведем войну хотя бы информационную, должно это как-то корректироваться. Потому что я, честно говоря, вот не знаю ответ на вопрос, как относиться к преподавателям. Вот мальчиков из Нового Оренгоя, он же не один такой, собственно, я так понимаю, что все поколение примерно в этих категориях себя ощущает. Нет, конечно, недопустима ревизия отношений, подвигу, например. Так она уже произошла? Она происходит на наших глазах, происходит в Европе, происходит в Украине. В Европе, это понятно, Европа не может простить победителю, это победует, я не веду нас. Ну, у нас же тоже это произошло уже, как бы ревизия уже произошла. Ну, в глобальном масштабе нет. Ну, как бы, если к нам крупный, с эпитетом культовый журналист, кстати, друг, близкий и коллега Феклы Толстой, пишет, что в его личном хит-параде 9 мая, День Победы, самый отвратительный из всех дней, ну, это уже, как я считаю, что произошло, потому что, ну, это же люди, это у них статус гуру, на них ориентируются очень многие там люди, и журналисты, и молодежь, и эти же вещи озвучиваются. И, наверное, правильно, что они озвучивают? Сеичи должны быть озвучены, но дискурс определяется не, условно говоря, не советником Путина по культуре, не другим, а какими-то другими людьми, и полемики не возникает вокруг этого. Знаете, все-таки, ну, даже само понятие исторической правды, оно достаточно тоже сложное. Согласен, да. И с двух сторон вы сидите по левую руку от камеры, я по правую, и мы смотрим на это пространство с двух разных сторон. Слава богу, не, так сказать, не окопы между нами там. Вот. И каждый видит эту историческую правду своими глазами. Но, да, страна должна защищать свое представление об исторической правде. И в этом смысле, конечно, какие-то вопиющие вещи, они, в общем, да, наверное, должны находить какой-то адекватный ответ. И, ну, не знаю, что за гуру такой, который позволяет себе осквернить просто память огромного количества людей, погибших в эту войну. Что такое 9 мая? 9 мая... 9 мая – это дата окончания войны, когда... Для нас. В Европе 8 мая, как вы знаете. Да, когда праздновалось то, что глобально люди перестают убивать друг друга каждый божий день в огромных количествах. И это огромный праздник, это огромное счастье, день прекращения активных боевых действий и убийства. Я в этом смысле толстой-толстой. Я, в общем, противник войны, убийства. И у меня есть просто... Да, у меня есть сострадание к человеку любому, который родился не для того, чтобы быть насильственно умершленным. И, да, конечно, есть высший интерес, когда нужно защищать родину, ложиться на поле брани ради родины, семьи, детей, памяти предков. Но вообще моему существу глубоко противно любое. Любая форма насилия и война. Хорошо, а как же быть с тезисом «Кто к нам с мечом придёт от меча и погибнет»? Это же тезис вот никак в системе координат пациентства не может быть. Это тезис не то, что я возьму меч и пойду насаждать свои представления о добре и зле. А это защита своего очага. К нам придёшь с мечом насаждать что-то, получишь отпор. Я вот буквально на днях видел у Марина Югенича в блоге фрагмент экзамена студентки РГГУ из Волгограда. Это ваш Волгоград. И у неё спросили, что началось 22 июня 1941 года. И она сказала, что Сталинградская битва, сказала она. А в чём суть этой битвы? Я сказала, что были люди, которые хотят новое, и были люди, которые хотели, хотели, чтобы всё осталось как было. Ну, я считаю, что эта война проиграна уже, нет? Если у нас... Ну, серьёзные изъяны в реформе образования, в системе образования, как мне кажется, это, в общем, одно из следствий. Да, ну и, конечно, та самая информационная идеологическая война, обработка, которая как бы идёт. Но в большей степени это от невежества, такие ответы. Ну, как держит студентка РГГУ? Она, более того, собирается быть политиком, как она сказала. Она не собирается, там, я не знаю, живопись, истории живописи. Ну, вы берёте единичные примеры. То есть вы считаете, что это... Тенденции такой я не вижу. Мы часто, там, когда опираемся на какие-то выборки очень небольшие. И в основном какие-то вот яркие негативные примеры, так сказать, они призваны ужаснуть, так сказать, народ и общество. Но это не значит, что это тенденция и что так думает подавляющее большинство нашей молодёжи. У вас какой-то есть личный опыт общения с молодёжью? Ну, помимо того, что у вас два сына, но они уже... У меня две дочери, два сына. Дочери поставили всё-таки, они уже не молодёжь. Ну, 30 лет... Ну, мальчикам 19-21. Это, в общем, абсолютно молодёжь. Вы работаете с ними как с молодёжью? Я с ними и живу подавляющее крышей. А это не одно и то же. И общаясь каждый вечер, мы, в общем, обсуждаем в том числе и всякие... Ну, вот, что бы вы ему сказали? Вот, допустим, сейчас не люблю эти вот эти игры, ситуации. Ну, вот, в этом случае вот я мальчик из Буглестака. Нет, мне надо просто было бы с ним пообщаться. Надо просто понять, что у него за душой. То есть, почему он произнёс то, что он произнёс? Это его, там, глубокое убеждение. Как он к этому пришёл? То есть, ну, с человеком надо пообщаться тогда. Тогда я, кстати, с удовольствием бы это сделал. Да я бы тоже, мне просто тоже интересно. Потому что, ну, мне иногда кажется, что вот мы здесь на земле и вы там на Олимпе. Я очень тоже на земле. Нет, ну, всё-таки вы советник Путина. То есть, вы подержите вот к определённой страте такой вот, ну, не небожители, но людей, которые по особо смотрят. Абсолютно. Житель земли. Да? Абсолютно. Ну, просто, ну, вот, ну, хорошо. Вот Песков упомянутый, он сказал, что происходит там экзальтированная травля вот этого мальчика. Я-то просто это не наблюдаю, травлю. Вот вы считаете, что действительно травлю происходит? Если кто-то в соцсетях что-то пишет про мальчик, с другой стороны, у него, теперь там десятки тысяч подписчиков появились в своём аккаунте. То есть, у него есть как и последователи, так и там... Ну, вот самое ужасное было бы, если бы предположить, что этот мальчик просчитал, что у него будет такая популярность. Для молодого человека сегодня количество лайков и подписчиков становится определяющим. и люди идут на самые невероятные вещи для того, чтобы вот эту популярность получить. Если это просчитанный какой-то ход, тогда, конечно, это ужасно, это большой цинизм. Но ещё раз, невозможно. Мы с вами рассуждаем, и оба не знакомы с этим молодым человеком. И я не выношу суждений о том, что я лично сам не знаю. и если меня спрашивают о фильме, который я не видел, или о спектакле, который я не видел, я не могу о нём судить с чужих слов или там по реакции даже уважаемых мной людей в соцсетях или где-то. Согласен, да. Нужно составить своё мнение. Тогда, да, тогда можно рассуждать и говорить. Про мальчика я мог бы сказать, только если бы я с ним хотя бы час-полтора пообщался. Смотрите, здесь вот в Америке есть такое выражение win-win situation. То есть ситуация, при которой ты выигрываешь при львовом раскладе не так и эта. Потому что если его начнут, ну как, действительно травить, если там будут преследования какие-либо, то понятно, что он как политический беженец получит убежище в той же Германии. Или он, наоборот, станет, как это называется, трендсеттером и человек, который определяет определённые тенденции и, возможно, вызывает какое-то движение. не так и так он выигрывает. Я вот просто считаю, я с вами говорю как с представителем государства, как с советником главы государства. Я с вами говорю как человек, который имеет свою точку зрения. Я его слышал, но вы не скажете, государство, как оно, оно должно вообще реагировать на выступления наших соотечественников в парламентах других стран крупных? Если это стало... Ну, если это резонансная история, конечно, как выражать отношения необходимо. Да, бесспорно. Вы считаете, что наш президент, он, в принципе, насколько информирован вообще о том, что происходит в стране? Потому что понятно, что внешней политикой он занимается очень тщательно, но это вот видно, что у него ставка сделана на внешнюю политику. А вот он понимает, что у нас происходит с образованием, что у нас происходит в Новом Оренбурге, что у нас с культурой происходит. Он следит за этим или нет? Вот ваш функционал какой? Вы информируете Путина об этих вещах или нет? Ну, я информирую о том, что касается той сферы, культуры. Культуры. В какой формат информировано? Как вы общаетесь? Это записки какие-то, имейлы? Да, конечно. Во-первых, президент человек, к которому обращается вся страна, даже существенно шире. По любому поводу, от любой мелочи, какая-то несправедливость, и до, так сказать, самых глобальных вещей. И всё это стекается в администрацию президента, то есть на обращение граждан. Всё, что касается хоть в какой-то степени культуры, литературы, кинематографа, театра, в итоге приходит так или иначе ко мне. И по каким-то вопросам меня спрашивают моё мнение, и я его излагаю. Это может быть служебная записка, это может быть личный разговор, это может быть даже ответ на телефонный звонок, когда президента что-то настоятельно волнует, он просто связывается и задаёт. Когда последний раз задаёт? Что у вас в последний раз? Давайте мы не будем всё-таки раскрывать нашу внутреннюю кухню работы, но тем не менее, да, он действительно, ну как вы же знаете, например, это не из моей сферы, а реакция на челябинские какие-то события, она же была моментальной, быстрой очень, и действительно, как бы, меня всегда поражала степень его осведомлённости и память невероятная, то есть люди, имена, лица, фамилии, которые какое-то время назад появились, они никуда не исчезают, способность невероятная, конечно. Хорошо, мы о мальчике и о мальчиках поговорили, во второй части нашей передачи мы поговорим о более общих вопросах, которые касаются непосредственно вашей сферы деятельности. Хорошо. Мы с вами беседуем в музее Толстого. Как часто вы бываете здесь? Да, всё-таки достаточно часто. Во-первых, я много лет был директором Яснополянского музея, а это очень... Сейчас ваша супруга, да? Да, сейчас Екатерина Александровна тоже почти 6 лет возглавляет Стополянский музей. И, конечно, у толстовских музеев много общих программ, научные конференции, совместные выставки. Естественно, мы в очень тесной контакте всегда. И, собственно говоря, я с удовольствием сюда прихожу. Вот сейчас новая выставка. Благодаря вам посмотрел несколько залов. хоть какая-то польза от нас. Да, выставки «Толстой, как зеркало» революции. Какое оригинальное название. Я так понимаю, что музей это вообще ваша, да, сфера деятельности, все музеи. Конечно, конечно. Ну вот не могу не спросить про Ельцин музей. Вы знаете, я, к сожалению, несмотря на то, что неоднократно меня приглашали туда, до сих пор не доехал. Поэтому, конечно, знаю только внешнюю сторону этого конфликта с Никитом Сергеевичем. Но не могу высказать своего мнения, просто не был там. И не принимали участие, когда этот проект то есть это без вас как-то все? Да. Вы Никиту Сергеевич Михалкова упомянули, я помню, вы комментировали его уход из Повечистского Совета Фонда Кино. Да. И ваш комментарий, ну не полностью, а вот тот фрагмент, который я запомнил, что на самом деле он был неправ по сути, потому что пресс-секретарь, премьер-министр госпожа Тимакова не имеет никакого отношения к Фонду Кино. Сказали вы так, да. Нет, нет. Она входит в состав Повечистского Совета, но она не пытается влиять на принятие решений. И я не видел этого конфликта интересов. Я не понял, почему Никита Сергеевич стал правильным. Он, по-моему, потребил там термин латентный либерал. Русофобия. Латентный русофоб. Да, кстати, эти два слова становятся очень часто синонимами в дискуссиях, что совершенно, мне кажется, несправедуемо, потому что я считаю, что даже Никита Сергеевич Михалков, он на самом деле либерал. Кстати, вы считаете, Путин либерал? Путин государственник. Это главное. А это есть не может быть либералом. То есть, вы считаете, что это государственники, либералы это несовместимые? Нет, почему? Просто, ну, я вообще не сторонник каких-то, так сказать, нарешиваний ярлыков или каких-то... А уже ярлыков гордые звали. Какое? О, и то, и другое. Просто... В чистом виде вообще-то давно перестало существовать, то есть, это может существовать только в каких-то крайних проявлениях. Всё-таки нормальный, современный человек, политик, он, ну, совмещает, он просто ищет пользу, если говорить о главе государства, глава государства ищет пользу для страны и народа. И, как бы, это, наверное, главное. Ищет и находит? Ищет в чём-то находит. В случае с Путиным. Ищет в чём-то находит, в чём-то сомневается, продолжает искать. А в сфере культуры, вот, в вашей сфере, он игрок, то есть, он человек, который влияет на какие или иные тенденции. Конечно, есть проблемы, которые волнуют его больше, которые более остро стоят на повестке дня. Но он, во-первых, достаточно хорошо знает и глубоко разбирается в том, что происходит в культуре, и, бесспорно, считает это одним из приоритетов, поддерживает об этом масса свидетельств. как бы недавний форум в Санкт-Петербурге, где, в общем, было принято, на мой взгляд, очень важное решение такой, совершенно целенаправленной поддержки, поиска молодых талантов и форм их поддержки в дальнейшем. Важное решение. Я не так давно с Маргариной Симоньян как раз беседовал, она очень обиделась на термин пропаганда. То есть, это прозвучало, примерно так же все богемные на термин богемы. То есть, они просто стыкуют. Мы богемы, говорят богемы. Я ведь считаю, что пропаганда это прежде всего распространение, ну как вот по википедийному определению, распространение информации, это же вообще религиозный текст. Вот как вы считаете, у нас с пропагандой это дела как обстоят? И с пропагандой, и с контрпропагандой. Это все-таки близко к вашей сфере деятельности? Ну да, то, что можно назвать мягкой силой, есть она у нас мягкая сила? Мягкая сила есть, она может быть недостаточно используется. У нас, наверное, недостаточно ресурсов для того, чтобы использовать ее в полной мере. Но в сфере культуры, конечно, это там, не знаю, концерты Мацуева и Гергиева по городам Соединенных Штатов, проходящие при полных аншлагах. и при этом может быть при кучке людей, стоящих при входе с плакатами, что там они наймиты путинского режима. Но все-таки важно не группа людей с плакатами, а огромные залы, встающие, аплодирующие, стоя там действительно мастерству и искусству наших исполнителей, музыкантов. То есть я правильно воспоминяю, что если речь идет о выступлениях артистов, музыкантов, театральных каких-то деятелей, если идет о прокате кино, мы не должны сделать поправку на какие-то там нюансы, откуда этот актер, каких-то политических взаимодействий. Вообще я сторонник того, что культурные обмены должны быть при любых политических взаимоотношениях. И это взаимное обогащение. Все, что работает на попытку взаимопонимания и на расширение представления, это должно поддерживаться вне зависимости от политической конъюнктуры и сложных может быть отношений. Это очень спорный вопрос. Есть самые различные мнения по поводу допустим гастролей. Вот машина времени едет на Украину или там выступал Борис Кременчаков с Акашвили они потом это дело замечали. И самые разные оценки плохо это или хорошо. Вы считаете, что все-таки мы должны ездить друг к другу, даже если наши понимания считают, что мы находимся в состоянии. Бесспорно, просто если это сопровождается еще какими-то политическими высказываниями в ту или иную сторону, то значит уже деятель искусства берет на себя чуть больше полномочия. Он не просто несет свое искусство, он делает какой-то политический жест в сторону или иную. Еще и высказывается. Вы же помните, мы же с вами росли и учились в контексте цензуры и запретов, когда практиковался так называемый эжопов язык. Несколько эжопов, эжопов, когда читали что-то между строк, когда цифра 3,7 в стихотворении отсылала к сталинским репрессиям 37-го года. Не наступают ли сейчас тоже времена, когда человек не имеет в виду какое-то политическое заявление делать, а в репертуаре, допустим, в том, как формируется репертуар, кто-то видит какие-то намерки. Что с этим делать? Игнорировать это или дискутировать по этому поводу? Отличное слово вы нашли «дискутировать». Вообще, мне кажется, что главное в искусстве это высокий уровень профессиональной критики, настоящий. То есть надо оценивать произведение с точки зрения его качества, художественной ценности, прежде всего. Вот отсутствие высокого уровня дискуссий оно очень дает большую почву того, что это может интерпретироваться как-то непрофессионалами, вокруг этого может возникать какой-то ареал скандальности, чего-то еще, и за это очень охотно цепляются и средства массовой информации, и, естественно, интернет, блоги. И суть исчезает. Хороший этот спектакль или плохой художественно, да, а в итоге это забывается. и сам спектакль, книга, фильм уходит на второй, третий, десятый план, а в центре внимания что-то скандальное, жареное, острое. Это да, но иногда даже безострого мне кажется, что мы проигрываем войну на культурном поле. Я сейчас просто приведу примеры, которые я имею в виду. Вот, допустим, какой-нибудь фильм, научная фантастика, какой-нибудь, типа люди в черном. И там злодей наполнительный по имени Борис. Ничего не говорится, ну просто имя у него Борис такой однозначно совершенно русский в представлении забориста. Борис ты не прав. Да, да, вот такой царский тип у нас просто царь Борис. Или там распытают какие-то муферези, то они сербы обязательно. Или убивают собаку там в океану Рис последний тоже русский оказывается. Как бы там не Путин не поминается. Россия напоминается, но вот эти вот штрихи, вы же понимаете, что это формирует определенный контекст у зрителей. В том числе и у нашего я уже про завтра не говорю. Здесь мы должны как-то работать, говорить об этом, объяснять. Или просто пусть оно как-то так или иначе сложится, как-то вынесет нас кривая. Мне кажется, хорошо, что мы в нашем искусстве не дошли для того, чтобы развивать. А вот хорошо, что мы никак не отвечаем, что мы тоже не пытаемся как-то тонко, изящно и ненавязчиво вести работу. Мне кажется, что наша позиция более благородная. Благородные, вы знаете, они ведь только в фильмах Дюма выигрывают. В жизни-то иногда бывает, что благородство это... все равно сторонник того, чтобы оставаться благородным. Очень хорошо, что страна сильная и способна себя защитить, но очень хочется, чтобы она была еще красивой, благородной, достойной. И не надо терять этого. Мне кажется, что... Ну, прекрасно, кстати, вот реакция президента, когда, помните, высылали наших... выселяли наши депмиссии в Соединенных Штатах. Владимир Владимирович сказал о том, что вот там елку для детей американских дипломатов не надо отменять, наоборот, как бы... Прояви благородство и на самом деле оставишь в дураках своих идеологических противников. Вы знаете, мы живем в мире, когда события не было, если не было телевизионного сюжета. То есть благородство можно проявить, и мы о нем расскажем и у нас об этом узнают. Но если не расскажут там, то этого благородства как бы не было. Да, вы знаете, одна из многих важных мыслей Львани Качи Толстого проявляй благородство не для того, чтобы о нем узнали или делай доброе дело, не задумываясь о том, что оно станет известным. Просто это должно быть неотъемлемым качеством твоим, человеческим. Да, вот тезис абсолютно верующего человека. Странно, что он при этом был отлучен от церкви. Вы считаете, что вообще Толстым в целом как клану свойственны некоторые фронты, некая склонность оппонентам? Мне кажется, что Толстым, слава Богу, свойственна искренность и открытое выражение того, что они на самом деле думают и чувствуют. Они разные люди Толстые, но они не фальшивые, они не делают вид. Вот эта страстность такая, страстность натуры и довольно эмоциональное выражение, она есть, причем это удивительно просматривается спустя многие поколения, в том числе и в толстых, выросших за пределами нашей страны. быть, буквально новость последних дней, что сайт Миротворец украинский, переехал на американские серваны, на этом сайте данные собираются о всех врагах киевского режима, о людях, которые высказываются неправильно и о людях, которые так и ничи опланируют Киеву. То есть мы с вами должны уже воспринимать наших южных соседей как сателлитов нашего партнера, если пользоваться терминами Путина, американцев, или все-таки пытаться еще играть на каких-то вот ностальгических чувствах, что мы одна страна, одна кровь, одни гены. Это одно не противоречит другому. Совершенно тот факт, о котором вы говорите, прямо иллюстрирует естественно зависимость, прямую зависимость нынешнего руководства наших соседей от Соединенных Штатов Америки, от нашего партнера. Но это ни в коей мере не меняет отношение к Украине как к близкой родственной стране. На самом деле, действительно, и семьи перемешаны, и на Украине очень много людей с русскими корнями и русскими фамилиями. Точно так же, как у нас, в том числе и в руководстве страны, есть много людей с украинскими корнями, с украинскими фамилиями. Это действительно очень близкие родственные народы. И никакие политические как бы события, хотя, конечно, и Украина неоднородна, как бы, западная Украина, восточная Украина довольно существенно там как-то отличается во взглядах на историю и на сегодняшний день тоже. Но это не должно быть причиной враждебности. Я очень, кстати, как-то радуюсь тому, что вы ведь не услышите от русского человека или от жителя России какого-то вот, какой-то ненависти к украинцам, там, вот какие-то. Мне тоже так кажется. Я все равно слышу заявление о том, что вот разжигается ненависть. Абсолютно. Этого нет. Я тоже не понимаю, зачем я считаю. Этого нет и в общении просто простых людей между собой. Я знаю много, у меня очень близкие мне люди. Вот у моего друга, мужа старшей сестры моей, Кати, родители и брат живут на Украине. И ему достаточно сложно в какой-то момент было почти невозможно просто навещать маму, папу, брата. Когда он туда приезжает, они разговаривают, спорят. Но это абсолютная ситуация простых людей. Она очень отличается от того, что говорят в том числе и на наших ток-шоу в эфирах наших. А вы как советник Путин стоите в каких-нибудь списках невизных, запрещенных? Слава Богу, нет. Нет, а вы проверяли. Не знаю. Некоторые тоже думают, что поехали. Не знаю. Развернули. Недавно в Одессе был сорван спектакль Константина Райкина, который как раз очень показал наглядно, что есть люди, которые думают так, и люди, которые думают иначе, в том числе и в Одессе. Я подумал, вот вам не кажется, что в свое время Димаш Райкин очень привлек внимание общественности, скажем так, и вообще к тому, что у нас в сфере культуры театры датируются и датируются миллиардами. Вот, как мне там сказал Карен Шахназар, то есть лучше бы он промолчал и вообще вот это все не подымалось. Хорошо, что он устроил это Димаш, и мы все узнали, что миллиарды тратятся на театры или лучше бы это будет финальный вопрос даже если бы лучше бы промолчал. Да нет, ну, творческие люди эмоциональные, спонтанные, вот у него наболело, нагорело, он, так сказать, высказался так, как он высказался. Я абсолютно уверен, что это не какой-то там тонкий политический расчет, привлечь себе внимание или отвлечь внимание от экономической ситуации. Константин Райкин, он фанатично преданный театру и искусству человек. Вы знакомы, да? конечно, хорошо знакомы. И вот у него нету этой прагматичной какой-то, так сказать, нотки, вот поступить так, чтобы было. Вот он просто эмоционально среагировал, ну как это можно творческому человеку там запретить или там подсказать ему там делай так, не делай так. То, что театры датируются очень хорошо, я вообще за большую всемирную поддержку всех культурных институций. И мне кажется, что культура наша финансируется недостаточно как раз. Вот, просто на чем потом фокусируется внимание, да, на каких-то зарплатах, на каких-то, так сказать, корыстных интересах. Руководители. Вот это я все-таки оставляю на совести СМИ и как бы мне кажется, что просто это не просто нездоровый в целом нездоровый подход. Я все-таки из журналистики вот той 70-х, 80-х, когда доблестью был очерк о хорошем человеке, большой на подвал или там на страницу. Это было более честно, гуманно и художественно, чем копание в каких-то... мне это грустно. Мы беседовали о списках, я думаю, пусть лучше будут только списки на гранты и на граждане. Спасибо. Спасибо.